то есть вы нас даже погружаете так в реальность мы явились и диспетчер слушать точно рост водоканал и чуть-чуть про то кто мы же как она вода водоснабжения а на сегодня уже 11 городов и всем с половиной миллионов жителей пользуются нашими нашими услугами находим большую группу альфа групп все известные компании с хорошим цифровым уровнем давайте посмотрим как на эту историю смотрим контактного города идем дальше отлично наша деятельность достаточно неплохо раскладывается по модели в целом наша деятельность в основном инфраструктурную вода водоснабжения большие стройки сбыт в общем всем тем чем занимается классическая ресурсно-инсобжающая компания плюс есть дополнительные услуги которые у нас с вами не входит в так называемую тарифную экономику а только водоканал и его сервисные компании могут делать дополнительно каждая из моделей можно сказать там третья модель понятно что они характеризуются своим технологическим уровнем своим уровнем развития айти но и в первую очередь наш контекст это внимание к клиенту там отдельно пообсуждать почему базовой модели автоматизации структурного бизнеса клиент ориентировался не очень не очень так сказать впечатляюще но тем не менее давайте следующий такой подход да и вот там история движения к цифре к автоматизации в целевой модели позволяет сделать деятельность компании абсолютно прозрачной то есть мы видим всю цепочку производства и более того что мы выходим за пределы самой компании мы точно можем сказать о том как живут наши клиенты на сколько эти клиенты удовлетворены нашими услугами как наша компания какой она делает вклад в город да но и в целом все это да и только цифровые технологии или к счастью да по другому этой истории нет ни работа следующий слайд да чудесно весь бы хотел чуть отойти в сторону да поговорить про устойчивое развитие как раз тотальная прозрачность деятельность стремление к этой прозрачности позволяет управлять компанией как раз в терминусе у нас устойчивость не в таком в классическом манипулятивном да если ли как некоторое время назад в паблике в первую очередь наши зарубежные товарищи товарищи на вас как раз действительно у нас в классическом предприятии Сергей попробуйте чуть погромче говорить потому что иногда оператор вас перебивает окей договорились давайте так наверное лучше да соответственно полная продачность компании позволяет с учреждения там системы управления показателей позволяет вести деятельность формате устойчивого развития когда мы и внутри как отдельный бизнес чувствуем себя надежно таки наши клиенты таки наши партнеры государства и так далее идем дальше на соответственно у росвода канала есть своя из же стратегия стратегия устойчивого развития разделена сегодня на четыре больших блока и на блоке клиента да у нас два были два основных акцент первый акцент это повышение качества жизни соответственно снижение аварийности второй большой блок это же повышение повышение комфорта и в том что снижение затрат самой компании это увеличение доли онлайн 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 в целом четыре больших направления понятно что есть и такие на треки под чертой до которые мы пока по разным причинам не выносим паблик но который тем не менее активной работе в том числе блок информационной безопасности связаны с непрерывностью бизнес-процесса и с речкой с речкой персональных данных то есть здесь пока рассматриваем четыре основных идем дальше возвращаясь к концепции устойчивого развития на переходя к умному городу в основе еще раз да устойчивого развития в основе развития цифровизации городов лежат именно эти слова да никаким другим способом мы измерить точку сегодня да и точку завтра мы не можем базовый слайд из умного города мы возьмем экономический рост это точно автоматизация условно рассказывал да про снижение затрат энергоресурсов снижение потери энергоресурсов да про снижение электричество про прикладная история до цифровизация ремонта да это сюда же снижение валидности снижение зато присутствует если мы говорим про экологию опять-таки мониторинг сбросов например да это правильное начисление за негативное воздействие и соответственно увеличение производственной программы и социальная ответственность безусловно возможность каждого жителя на видеть качество услуг возможность обратиться да если мы говорим про дополнительные возможности для компании дополнительный тариф на бизнес поэтому и возможность за пределами классической тарифной модели за пределами обязательного ответа рсо в течение 30 дней до каждого социального ответственности следующий статус там отдельно наше направление с ним говорим про не тарифную историю это платформа цифровизации взаимоотношения жителей управляющей компанией и подрядчиков отдельного объекта экономики до дома центр центр пересечения многих интересов но мы здесь подошли по своему сессии отдельно компания делить инвестиции по исследованиям мин цифры за прошлый год достаточно по-другому дамсы жкх вроде на всем нам нужно и каждый день мы с этим сталкиваемся электричество газ куда мусор при этом иногда возникает ощущение особенно а насыпали при этих небольших городах то на жкх где-то осталось в прошлом вроде как прогресс идет но не по всем отраслям одинаково и здесь мы видим что область ну таковое слово низкомаржинального жкх либо область работы посвящих компаний наименее цифровизирована и наименее соответственно прозрачную есть как возможности для маневр возможности решения проблем в этом в том числе стратегии жкх и давайте дальше соответственно подтверждение результат обследования мин цифры позапрошлом году с одной стороны мы видим там большую цифру 80 процентов по управляющим компанией где что-то сделано ну когда мы на практике приходим в нашем бизнесе в основном эти управляющие компании мы видим что в подавляющем большинстве случаев конечно формально исполнение существующего законодательства написано жителю нужно дать возможность обратиться ну вот вам заглушка ваш звонок очень важен для нас а как дальше пойдет в общем всем уже все равно я ночь до выпущены по другому на нашу платформу на название котель сергей одна одна минутка попробуйте уложиться окей два три слайда мы успеваем на платформа домопульта и объединяет на коммуникации всех основных субъектов да и жители ассо администрации и наши генеральный орган позволяет сделать работу управляющую компанию жизнь жрецов прозрачный и действительно реализовать прозрачный комфортно действительно реализовать историю умного города в контексте социальной устойчивости социального развития давайте вычислить поговорили для экономии переключаемся 9 секунд и и составные элементы ну чё там те кто кому повезло жить в более развитых домах это знают наши наши возможности по сути на составляющей нашей платформы там где-то работают я сам не играю с пользователем этой платформы действительно комфорт действительно комфортно действительно я могу контролировать работу своей управляющей компании а управляющая компания в свою очередь может правильно планировать и мониторить свою операционную деятельность финальный слайд финальный слайд и давайте переключим не будем погружать в технику и снова переключим это просто монетизации да и здесь нет контактов в общем жкх меняется платформы в россии появляются которые позволяют реализовывать и стратегию жкх и контекста умного города спасибо сергей большое спасибо вам сергей скажите когда будет возможно онлайн поверка бытовых счетчиков потребления воды на уже возможно уже мы здесь предвосхитили до меня до меня до моего дома видимо еще пока не дошло я еще все все жду это клей давайте определимся с вашим адресом с вашим городом и постараемся вам помочь класс у нас прям как будто прямая линия с президентом сегодня задаешь вопрос и сразу в онлайне тебе его решают спасибо сергей у меня еще один такой небольшой вопрос а насколько охотно вы как обладатель вот такого большого массива данных сервисов и прочей информации интегрируетесь в единые городские муниципальные региональные платформы наподобие умного курчатого который мы видели и слышали в предыдущем докладе то есть не ваша только экосистема и ваш marketplace а ваше участие в общем муниципальных платформах и региональных понимаете о чем я спрашиваю ну безусловно то есть там где городах такие платформы есть в центре управления региона например безусловно да мы понимаем что мы как часть значимая часть вода в этом снабжении из этого как говорили ни вы ни сюда мы включаемся в подобные платформы понятно вопрос информационной безопасности двухсторонним но в целом мы безусловно поддерживаем проблем